Время новостей на 12 канале в студии Тензеля Бахтиярова. Здравствуйте и в этом выпуске. Низернышко на сторону на границе с Казахстаном ввели особый контроль, досматривают грузовые машины. Мы сегодня это зерно не видим в отчетах. В регионе борются с контрабандой. Под подозрением министр экологии рассказал, кто может быть виновником мощных выбросов. Белые пески, океан цвета неба и лазурный берег. А мечи могут попасть в страну, где снимали самые топовые реалити-шоу. Занзибар официально открыли для россиян. Люди соскучились по таким интересным направлениям. Какие условия в экзотической стране для въезда иностранцев и какие еще направления пользуются спросом в Омске? Пьяный сосед застрелил собаку на глазах у детей. Трагедия в Оконешниковском районе. Ребенок страдает. Честно говоря, даже и плачутся эти собаки. У мальчика, который стал свидетелем кровавой драмы, депрессия. Родители хотят справедливости. Общие проблемы и решения тоже общие. В Омске появился совет врачей. Кто в него вошел и какие вопросы, уже обсудили. И сегодня праздник у макак. Большереченский зоопарк вновь открыт. Животные радуются посетителям. В Омске перекрыли дорогу нелегальному экспорту зерна. Особый контроль по распоряжению губернатора Александра Буркова ввели на грузопропускных пунктах на границе с Казахстаном. Ежедневно там дежурит мобильная группа. В ее составе специалисты таможенной и налоговой служб, правоохранители и эксперты Россельхознадзора. Пристальное внимание грузовым машинам, которые перевозят зерно. Проверяют сопроводительные документы. Соседнее государство, один из главных иностранных покупателей омской пшеницы, ежегодно туда ввозит 250 тысяч тонн зерна. Вот только реальный объем экспорта превышает задекларированные. Такие данные приводят налоговики. По их подсчетам, только за прошлый год из-за нелегальных продаж в бюджет региона недосчитался 30 миллионов рублей. Главная задача, поставленная губернатором сегодня, когда уборочная в разгаре, вывести этот бизнес из тени. По нашим данным, где-то в пределах от 70 до 100 тысяч тонн было вывезено. Это влияет на то, что мы сегодня это зерно не видим в отчетах, не видим в декларировании, соответственно, недополучения налогов. Задача наша простая – легализовать все эти рынки, не остановить их. Нам очень нужно, чтобы мы очень тесно работали с Казахстаном, потому что это наш основной партнер ближнего зарубежья. С начала года было зарегистрировано 70 попыток нелегального вывоза сельхозпродукции в Казахстан. По каждому случаю проводится детальная проверка. Процесс этот долгий, но не безрезультатный. Сейчас на контроле у налоговиков четыре хозяйства, которые организовали нелегальную торговлю. Всем грозят серьезные штрафы. До 40% людей, которые осуществляют эту деятельность, делают это вообще незаконно и без государственной регистрации. Не только без государственной регистрации, но и без оформления каких бы то ни было документов. Соответственно, это нарушает всемыслимые и немыслимые законы. То есть выясняется, кто настоящий поставщик, кто отправитель грузов. Проводятся опросы, допросы водителей. Этой работой мы будем заниматься и дальше. Она неизбежно даст свои результаты. На предприятия, которые могли стать источниками выбросов, вышла комиссия. В Омске составлен список потенциальных виновников. Ими могут быть только крупные предприятия. Об этом сегодня заявил министр природных ресурсов и экологии региона Илья Лобов. Напомню о мече. Этим утром почувствовали неприятный запах. Причем по всему городу люди жаловались на сонливость, тошноту и головную боль. Эколаборатория зафиксировала превышение на отдельных участках в три раза больше нормы. Министерство природы заявили, что сейчас в регионе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. На улице безветренно. Предприятия должны сократить объемы производства. Однако некоторые это правило нарушили. Министерстве также предположили, так как площадь распространения газа значительная, то выброс смог быть только от крупного предприятия. Надзор за ними осуществляют федеральные органы власти. А именно Росприроднадзор в региональном министерстве призвали ведомство отреагировать как можно быстрее. На сегодня составлен ряд предприятий, в котором есть все большие предприятия, содержащие в своем заявленном разрешенном выбросе сероводород. Сейчас мы едем в прокуратуру, согласовываем административные проверки в отношении предприятий. Выезжает группа надзора, замеряют источники. Это является доказательством. В случае, если выявляется превышение на источниках, в этом случае предприятие будет наказано. Дефекты на Октябрьском мосту исправлены. Сегодня комиссия стройконтроля и мэрии проинспектировала ремонт городских магистралей. Специалисты проверили два объекта. Улицу Шаумяна в Ленинском округе и так называемый Горбатый мост, где строительные работы идут с нарушением сроков. Тема продолжит Никита Смирнов. Строители выпиливают образцы нового асфальта. Вырубки делают в произвольном порядке на участке в 10 тысяч квадратных метров. Это нужно, чтобы объективно оценить качество полотна. А оно, как выяснили по прошлым зарубкам, неважное. Жаловались автовладельцы. Почти сразу после ремонта на дороге стали образовываться ямы. Подрядчик во всем винит осадки. Были сетка трещин. Они устранились, поскольку на мосту есть просадка воды, которая дает сетка трещин. И были замечания, выстранили. Компания зашла на объект еще 15 апреля. В начале мая выполнила фрезерование старого покрытия. Однако затем мост бросили практически на месяц. И только в июле асфальт наконец уложили. По контракту объект должны были сдать 20 июня. На ремонт было выделено почти 22 миллиона рублей. Подрядчику замечания, предписания все выданы. Этот подрядчик, Артремстрой, выполняет больше всего объектов у нас на сегодняшний день. В рамках реализации национального проекта. Безопасные и качественные дороги. Маленько, я считаю, силы не подрассчитал. И дано поручение Управлению дружного хозяйства благоустройства, который является заказчиком работ, применить штрафные санкции именно за срыв сроков. На отремонтированной улице Шоумяна все иначе. В сроки подрядчик уложился. Покрытие по ГОСТу нанесена разметка, установлены новые дорожные знаки, заасфальтированы тротуары. В этом году в Омске ремонтируют 20 участков дорог. Общая площадь почти 326 тысяч квадратных метров. Работы должны закончить к наступлению осенних холодов. В городе усиливают контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. Напомню, на последнем заседании Оперштаба в понедельник было решено внести изменения в мартовское постановление губернатора. Теперь ОМЧ обязаны использовать средства индивидуальной защиты не только в автобусах, но и находясь на остановках. Респираторы или повязки придется надевать и в такси. За соблюдением режима следят полицейские. Специалисты проверяют как водителей, так и пассажиров автобусов, маршруток и такси. Сегодняшние рейды показали. Многие надевают маски лишь при виде сотрудников в форме. На нарушителей составляют протоколы штраф до 30 тысяч рублей. Поскольку наши рейды проводятся ежедневно, мы видим положительную динамику. С каждым днем нарушений становится все меньше. Просим всех граждан соблюдать масочный режим. Поскольку ситуация на сегодняшний день на территории нашей Омской области не совсем благоприятна, пожалуйста, пассажиры, заходя в общественный транспорт, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Водители обязаны осуществлять перевозки исключительно в масках. Добавлю, что масочный режим в регионе продлен до 1 сентября. А вот в омских ресторанах нарушений больше. Сегодня в точках общепита также были проверки. У вас внутри ресторана почему люди сидят? Вы знаете, что это? У нас как летняя веранда. Вот здесь летняя веранда? Ну да, у нас окошечек нет. Это на территории здания, то есть строения, на границах помещения нежилого находится. В этом ресторане посетители обедали в помещении, а не на открытой веранде, как того требует закон. В другом кафе трапезу организовали в мансарде, пусть и с открытыми окнами, что тоже запрещено. Составлены протоколы. Владельцам ресторанов грозит штраф до 300 тысяч рублей. Решение примет суд. В обоих случаях нарушения имели место быть. Летних веранд и террас при контрольных мероприятиях в этих заведениях не оказалось. Услуги оказывались непосредственно внутри помещений. Вице-губернатор Дмитрий Ушаков тем временем рассказал, когда в Омске могут заработать кафе и рестораны. Обсуждать этот вопрос правительство региона планирует начать уже на следующей неделе. Сейчас практически 90% заведений общепита остаются закрытыми летних. Террас здесь нет, а значит работать они не могут. Бизнес терпит серьезные убытки. Открытие кафе и ресторанов, естественно, с соблюдением санитарных норм могло бы дать возможность предпринимателям начать зарабатывать. Напомню, ранее также было решено при условии благоприятной эпидемиологической обстановки с 19 августа дать возможность открыться детским спортивным школам, бассейнам, стадионам и ледовым дворцам, но не для массового катания. Между тем, в регионе еще 106 человек заразились COVID-19. Общее число инфицированных за время пандемии приближается к 7,5 тысячам. Один пациент за минувшие сутки скончался. 83 человека излечились от опасной болезни. В редакцию 12 канала обратилась мама пропавшего подростка уже 4 дня. Женщина не знает, где находится ее 15-летний сын Виталий Некрасов. После ссоры с родителями парень ушел из дома в селе Сорочино. Это Калачинский район. Родственники предполагают, что подросток отправился в Новосибирск. Передвигаться он может автостопом. Сынок дорогой, я приехала уже в село Сорочино к бабушке. И очень тебя прошу, пожалуйста, отзовись. Найди способы связаться со мной или с папой. Найди сотрудников полиции. Найди просто телефон у кого-то попроси из людей. Расскажи, где... То есть позвони и скажи, где ты находишься. То есть откуда я могу тебя приехать забрать. Мы тебя очень любим. Пожалуйста, отзовись. Парень был одет в синюю футболку, красные шорты и сланцы. Он высокий и худощавый. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба звонить в полицию или по телефону 112. На радость любителям экзотики Танзания открыла границы для российских туристов. При этом отдохнувшим на берегах Индийского океана путешественникам не нужно будет изолироваться по возвращении домой. Для тех, кому приелись классические Турция и Таиланд, идеальные варианты. Хотя тур на Занзибар не дешевое удовольствие, а мечи уже активно планируют поездки. Впрочем, популярно у горожан и ближнее зарубежье. Какие условия поставят перед теми, кто решится провести отпуск за пределами родины, расскажет Екатерина Балучевская. Эти тропические пейзажи не раз становились площадкой для съемок реалити-шоу. На дне Лазурного океана влюбленные клялись в чувствах, в джунглях устраивали игры на выживание. У телевизионщиков дикий Занзибар, как локация, очень популярен. А вот обыватели райским уголком до пандемии практически не интересовались. Думали, что в Африке нечего смотреть. Сейчас же Танзания в топе запросов. Она одной из первых открыла границы для россиян. И, вероятно, налюбовавшись видами в интернете, путешественники потянулись в турагентство. Мы рады, что открыли не только популярную Турцию, но еще и экзотику такую с изюминкой. Танзанию тоже спрашивают. Люди соскучились по таким интересным направлениям. Кстати, сейчас самый благоприятный период для посещения Танзании. И она, знаете, была самой такой безопасной во время всей этой пандемии. Там лучшая эпидема-обстановка была. За путевку в Танзанию на двоих придется заплатить минимум 130 тысяч рублей. Отели премиум-класса стоят дороже. Но зато, говорят менеджеры, такой отпуск точно не забудется. На Занзибаре можно заниматься серфингом, греться на белых, как в Мальдивах, песках, а еще заглянуть во дворец к султану. Или же встретиться лицом к лицу с царем зверей. Здесь один из самых больших в мире сафари-парков. Чтобы прилететь в Танзанию, достаточно справки об отсутствии ковида. Анализ необходимо сдать за три дня до заселения в отель. Также потребуется оформить визу. Это просто. На месте помогут сотрудники аэропорта. Но Светлана Ивакнюк в этом году выбрала, что ближе и роднее – Абхазию. С этой страной тоже восстановлено авиасообщение. В Абхазии нам нравится все. Менталитет людей очень гостеприимный. Очень красивые чистые пляжи. Прозрачная вода. Там в Гагре, в Писунде. Просто лазурная вода. Красиво очень. Очень хорошее питание, кухня, фрукты. Ну, как бы все. И очень приемлемый бюджет. Сегодня можно найти тур в Абхазию за 40 тысяч рублей на двоих. В него будет включен отдых в отеле «Три звезды» и авиаперелет. Продажи туров по сравнению с докоронавирусными временами выросли уже на 20%. Готовы принять путешественников и в Великобритании. Правда, придется пойти на жертвы. По возвращении нужно будет изолироваться на две недели на карантин. Также за 48 часов до прибытия в Англию необходимо заполнить онлайн-анкету о состоянии здоровья. А вот Швейцария въезд для туристов пока не открывала. Прилететь в страну альпийских лугов из России можно, но только тем, у кого есть вид на жительство. Ну, а с 10 августа открываются курорты всеми любимой Турции. Любителей ол-инклюзива и золотых песков ждут в Анталии, Бодруми и Даламани. Екатерина Булучевская, Денис Лопарев, 12 канал. И вот что еще покажем. Пьяный сосед застрелил собаку на глазах у детей. Трагедия в Оконечниковском районе. Ребенок страдает. Честно говоря, даже и плачет за этой собаку. У мальчика, который стал свидетелем кровавой драмы, депрессия. Родители хотят справедливости. Финиш через 44 тысячи километров. До Омска докатилась волна памяти. Я в руках держу не просто памятный знак, это символ эстафеты. Он стартовал в Балтийске. Он передается из города в город. Чему посвящен мотопробег. Из роддома в телеэфир. Некоторые врачи говорят, нужно кормить раз в три часа. Вот все-таки, как правильно? Молодые мамы, шеф-редакторы 12 канала, развенчали мифы о грудном вскармливании. И сегодня праздник у макак. Большереченский зоопарк вновь открыт. Животные радуются посетителям. Застрелил собаку на глазах у детей. Трагедия разыгралась в Иконечниковском районе. Пьяный мужчина из ружья выстрелил в соседского пса. Травмы оказались смертельными. За 11 лет собака стала хозяевом буквально родной. Пес рос вместе с маленьким сыном. Теперь семейство требует наказать виновного. Тот от соседей скрывается из дома. Не выходит. Наш в съемочной группе двери тоже не открыл. Софья Халиулина продолжит. Произошел выстрел. Закричали дети. Внучка и сын. Закричали. И когда я смотрю, у соседа в руках ружье. Я подошел к соседу. Он направил ружье на меня. На шум выбежали соседи. Это, возможно, спасло Александру Мельникову жизнь. Трагедию семейства вспоминает с ужасом. Вот это вот, видите, все залито, все кровью. Естественно, сколько крови она потеряла. Выстрел повредил позвоночник. Травмы, по словам ветеринаров, оказались несовместимы с жизнью. Супруги говорят, потеряли буквально члена семьи. Пес, который прибился к дому Мельниковых рос вместе с их маленьким сыном. Ребенок страдает. Честно говоря, даже и плачет за этой собаке. Ну, представьте, с малых лет ребенок рос с этой собакой. Идут у него на глазах. Взять и убить жестоко. К чему, зачем. Вызывали скорую на ребенка. Сегодня ночью вызывали. Не может уснуть, плачет. И все, за этой собакой. Что стало причиной расправы, ответить не может никто. Дворняга была дружелюбная. Вот подозреваемый, напротив, не раз пугал всю округу. По словам сельчан, мужчина даже доверял оружие своим внукам. Теперь, говорят местные, страшно даже за собственные жизни. У меня и внук, в общем, иногда бывал у них еще. Скажет, сорок, сорок, привет. И пошел. И всего. И всего. С той стороны мы идем в магазин. И я хожу. И внук. И другие. А если будем идти, и так же стрельнет, мог бы и в детей пальнуть. Что в голове у него было, я не знаю. Семья обратилась в полицию за жестокое убийство собаки. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. У соседа заявителя изъято ружье, которое зарегистрировано в установленном порядке. По этому поводу назначено проведение баллистического исследования. И также собака была осмотрена врачом-ветеринаром. К материалам проверки приобщен акт осмотра. В Омске пока не было прецедентов, когда за жестокое обращение с животными живодера лишали свободы. Последнее резонансное дело, когда 25-летняя амичка собственного пекинеса сначала утопила, а после выбросила в мусоропровод. Суд приговорил ее к обязательным работам. В деле оконечниковского палача есть отягчающие обстоятельства. Насилие он совершил на глазах у детей. А потому владельцы пса надеются, что мучитель понесет справедливое наказание. Одному ребенку, чтобы пережить потрясение, даже понадобится помощь психологов. Софья Халиулина, Вадим Насардинов, 12 канал. Все важные решения омские доктора теперь будут принимать вместе. Областной Минздрав учредил совет врачей, в который вошли руководители ведущих клиник Омска. Они станут решать насущные вопросы здравоохранения. Сегодня в Минздраве прошло первое заседание. На нем обсуждали вопрос слияния в один лечебный блок третьей городской больницы и медико-санитарной части номер 7. Оба учреждения находятся в нефтяниках и хорошо подходят под формулу, которая давно себя зарекомендовала. Поликлиника плюс стационар. Благодаря такому подходу качество медпомощи возрастает. Происходит рациональное использование мощностей и материально-технической базы. Все это с полным сохранением кадрового состава. Какие задачи ставит перед собой совет главных врачей? Мы будем заниматься реализацией национальных проектов, чтобы было своевременно все оформлено. Мы будем вместе принимать решение, как должна лучше работать маршрутизация пациентов. Какое оборудование необходимо закупать? В первую очередь для того, чтобы снизить инвалидность, смертность людей, чтобы повысить качество и доступность. Мы будем заниматься стратегией развития системы здравоохранения. Добавлю, что врачи станут собираться для решения самых острых вопросов, но не реже, чем раз в три месяца. Необычный прямой эфир прошел сегодня на радио Монте-Карло Омск. Его участниками стали пятимесячный Андрей Колесник и двухмесячный Анастасия Серова. Малышей в студию привели мамы, шеф-редакторы 12-го канала в декретном отпуске Ольга Колесник и Юлия Ковыршина. С главным врачом городского клинического перинатального центра Любовью Семина ведущие обсудили нюансы грудного вскармливания. Как часто нужно кормить малышей, чем прикорм отличается от докорма и как понять, хватает ли молока вашему ребенку. Что советует специалист молодым мамам Омска, расскажет Наталья Бельская. Все капризы Анастасии Серовой исчезают как по волшебству, когда на руки ее берет мама Юлия Ковыршина. С профессионализмом настоящей модели малышка выдерживает фотосессию, а после занимает место в студии и внимательно слушает рекомендации по своему питанию. Некоторые врачи говорят, нужно кормить раз в три часа. Раньше просит ребенок, не давайте грудь, плачет, терпите. Вот все-таки, как правильно? Нет, конечно, правильно кормить ребеночка по требованию. Да, обязательно. То есть придерживаться к строгому времени, ну это, наверное, невозможно, это неправильно. Конечно, единственное, что перерывы должны быть не менее полутора часов для того, чтобы все-таки у ребенка формировалась какая-то ферментативная система. Вместе с Анастасией в студии ее друг Андрей Колесник. У него сегодня день рождения, малышу пять месяцев. Мама Ольга с радостью делится приятной новостью. У сына уже появился первый зуб. Сейчас девушка размышляет, удивить ли Андрей на именины угощением, например, яблочным пюре. У нас сейчас вот с Андреем как раз актуальный вопрос по поводу прикорма. Вот ему сегодня пять месяцев, но я все никак не могу решиться дать ему что-то попробовать. В принципе, допустимо, начало прикорма с шести месяцев. А, то есть еще через месяц только мы можем это начинать. Да, если молока достаточно, если и мама, и малыш себя при этом чувствуют абсолютно хорошо, то можно еще месяц, скажем так, отдохнуть. Пока еще наслаждаться друг другом. С 1 по 7 августа во всем мире проходит неделя грудного вскармливания. Специалисты на разных языках говорят об одном – пользе материнского молока для здоровья ребенка. Для малышей нет ничего вкуснее и полезнее. С этим абсолютно согласна и любовь Семина – мама двух дочек и главный врач городского клинического перинатального центра. Максимум стараемся, независимо от веса, независимо от срока, независимо от тяжести, вести детей на грудном молоке. Потому что это уникальный продукт, который 100% всасывается, который нормализует микрофлору кишечника. Разговор шеф-редакторов 12-го канала в декрете со специалистом получился насыщенным. Завершая передачу, молодые мамы пошутили. Жаль, что при рождении к ребенку не прилагается инструкция. А любовь Семина отметила, что несмотря на общие рекомендации, подход к грудному вскармливанию все же должен быть индивидуальным. Наталья Бельская, 12-й канал. Волна памяти докатилась до Омска. Стартовали байкеры в Калининградской области, в Балтийске. Финиш на Дальнем Востоке, но пересекать всю Россию каждому гонщику не обязательно. Мотопробег эстафетный. Присоединиться можно на любом участке и проехать столько, сколько хочешь. Главная задача – привлечь внимание к трагедиям среди мотоциклистов. Десять дней в пути, позади 4000 километров. Участники пробега говорят, погибших уже не вернуть. Но можно предотвратить будущие трагедии, создать зеленый коридор через всю страну, помочь в мелком ремонте, обеспечить ночлег. Из-за усталости водители теряют бдительность. А на пустынной трассе зачастую нет ни заправок, ни отелей. Я пользуюсь этими контактами волны памяти не только во время мотопробега, я пользуюсь ими в жизни. У меня была ситуация в городе Нижневартовске, то есть мне нужна была помощь. Я обратился к местным координаторам, они мне помогли. Завели моторы байкеры в память о печальном событии лета 2010-го. Тогда путешественник Алексей Барсуков отправился в одиночный ваяж из Нижнего Новгорода во Владивосток. В какой-то момент он перестал выходить на связь. Оказалось, парня ограбили, убили, а тело сожгли. Опознали байкеры. Лишь после генетической экспертизы свою помощь в расследовании предложили сотни мотоциклистов. Виновных нашли и осудили, а волна памяти с тех пор покатилась по всей стране. Я в руках держу не просто памятный знак, это символ эстафеты. Он стартовал в Балтийске, там было омовение в водах. Он передается из города в город. Получается, выезжает в точке А группа мотоциклистов. Они едут до следующего города согласно маршруту, там передают этот памятный знак. Из этого города стартует другая группа мотоциклистов, едет далее по маршруту. Так символ попадет в Владивосток уже в конце лета. До финишной точки осталось 44 тысячи километров. Это расстояние мотогонщики преодолевают в память о товарищах, которые уже никогда не вернутся домой. Юлия Думанова, Илья Скобин, Сергей Никифоров, 12 канал. Амичей приглашают отправиться в путешествие в старину Сибирску. Уникальный историко-культурный комплекс в Большеречи открывает двери для посетителей. Несколько месяцев специалисты из-за пандемии работали в режиме онлайн. Каждый день знакомили пользователей соцсетей с уникальными экспонатами из фондов музея-заповедника. И вот теперь все это можно увидеть собственными глазами. С первой экскурсии Анна Кокорина. Глоток свежего воздуха на вершине колокольни имени Георгия Победоносца. Первым туристам после снятия ограничений в музее решили показать звонницу. Восемь колоколов. Самый большой весом почти 800 килограммов. Каждое утро своими звонкими голосами они будят местных жителей. Гости из Омска привезли с собой еще одного певца. Старинный поддужный колокольчик. Подарок музею. Вот такой вот замечательный колокольчик. Как добрая весть, что все-таки музей наш открылся. И мы очень рады приветствовать наших гостей. Спускаясь на второй этаж, посетители знакомятся с забытыми в Сибири. Так называется выставка о селах и деревнях, исчезнувших с карты района. На стендах фотографии старожилов, в витринах предметы быта. Как ими пользовались, туристы увидят, прогуливаясь по территории комплекса. Под открытым небом расположены дом ямщика, купеческая усадьба, ремесленные мастерские и кузница. Все они гостеприимно распахивают свои двери для посетителей. Мы сходили на экскурсию, все остались очень довольны и обещаю вернуться сюда вновь. Как изготовить кувшину из глины, куклу-берегиню или панно из трав? Несколько месяцев сотрудники рассказывали на виртуальных мастер-классах. Теперь частушки на заваленке амичи смогут услышать не в записи, а на живом концерте. Правда, число зрителей не должно превышать пяти человек. Именно такое максимальное количество людей установили для одной туристической группы. Мы подготовились, чтобы соблюсти все требования Госпотребнадзора. Поэтому будет соблюдаться масочный режим, социальная дистанция. Меры направлены на то, чтобы сделать посещение музея в период пандемии безопасным. Впрочем, уверены сотрудники, ограничения не помешают туристам ощутить всю радость от долгожданной встречи с сибирской глубинкой. Анна Кокорина, Наталья Бельская, 12 канал. А сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики «Осипснапкоммерц» торговая марка «Киоко». «Киоко» – натуральные лакомства для собак. Сегодня после четырехмесячного простоя открылся Большереченский зоопарк. Зрителями, кажется, стали все. И посетители, и животные события амичи ждали. Только за первую половину дня сюда пришли больше двухсот гостей. И, как оказалось, питомцы очень скучали. А некоторые впервые увидели людей и будто сами оказались на экскурсии. Особенно любопытны тигрята. Они с особым удивлением смотрели на человеческих детенышей. Мама тигрицы Аза, волнуюсь за малышей, требовала близко не подходить к ограждениям. Им стало интересно. Особенно они заинтересовались детьми. Детей-то они, можно сказать, не видели. А тут маленькие дети подходят к вольеру, выражают свои эмоции, кричат, визжат. И когда там это стало интересно, они стали подходить ближе, все ближе. Затем уже совсем осмелели и подошли прям совсем вот к ограждению, да, к решетке. И стали наблюдать за детьми, интересоваться. А вот мама Аза психовала. Она рычит, старается их поругать, чтобы они близко не подходили к ограждениям. В восторге от посетителей и медведей, в том числе белая хищница Забава. Она с омичами тоже встретилась впервые. Косолапую привезли в зоопарк как раз в марте, когда ввели ограничения. Забава оказалась довольно миролюбивой медведицей. А вот у приматов по случаю открытия застолье в фруктопроводе, оборудованной в их новых вольерах, гости щедро сыпали угощения, так что к вечеру макаки и павианы объелись и легли отдыхать. Вообще же наплыв посетителей здесь ждут в выходные. Взрослый билет обойдется в 300 рублей, детский в 150, малышам до 4 лет. Вход бесплатный. Я точно убеждена, что лакомство для вашего питомца должно быть не только вкусным и удобным, но самое главное полезным и безопасным. Лакомство от компании Киока отвечает всем вышеуказанным требованиям. Лакомство для собак Киока. Спрашивайте в зоомагазинах города. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Майонез Мерси. Смотрите, как яйцо простое превращается в майонез золотистый и густой. Майонез классический Мерси. Скорей к столу неси. Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Итак, завтра 7 августа в регионе солнечно, без осадков. В Омске ночью плюс 18-20, днем до плюс 30. В районах ночью плюс 17-19, дневные часы 27-29 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу. Поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины доставка и аксессуары в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23 или на сайте летний душ.рф. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин